Прошу Ребята, раздевайтесь и главное, как положено нынче Руки, помойте Наш журнал «Семь дней», в котором рекламируется фильм обо мне Вы видели этот фильм? Алексей Шмаринов «Русский художник» Это большой фильм, где-то 50 минут Вся моя жизнь там, так сказать, представлена Почему я это говорю? Это был к юбилею, к моему Фильм снят был К моему Ну, сейчас мне Восемьдесят семь Да К восьмидесятилетиям, предположим Я бы хотел все-таки изначально Прежде чем я говорю Хочу забавную Рекламу фильма Прочитать Почему забавную? Потому что Я декларирую себя как художник Реалист Продолжатель традиций Скажите, вопрос, связанный с традициями нашего Русского реалистического искусства Меня Очень волнует Вот К моему юбилею был снят фильм Его, кстати говоря, время от времени по телевизору показывают Громкое название «Русский художник» Алексея Шмарина И что пишет журнал Телевизионный К семидесяти пятилетию художника Художника Русский художник Алексея Шмарина Его имя Широко известно и в Европе И Акварели художника украшают лучшие музеи мира За вклад в изобразительное искусство Шмаринов Удостоен международной премии «Золотой лавр» Слова Алексея Шмаринова О том, что он убежденный реалист В современной России звучат почти как вызов Вот это удивительное, так сказать, и очень точное определение Что в современной России слова, что ты убежденный реалист Звучат как вызов Это, так сказать, наша официальная пресса Вот, поэтому мне все это очень важно Об этом говорить Но здесь написано, что я, так сказать, широко известен во всем мире Это чудо моей жизни Возможно, я уже об этом рассказывал Это чудо моей жизни Потому что у меня За мою долгую жизнь было больше 50 персональных выставок Но они были, естественно, в России Были в Академию художеств и в Третьяковской галерее Еще в далекие времена В Лаврушинском переулке Но чудо моей жизни заключается в том Что уже где-то с 80-х годов Быть традиционным реалистом, так сказать, где-то Стало с точки зрения либерального такого движения Так Ну, как сказать Ну, это было непопулярно И мне посчастливилось За мою жизнь Это действительно было чудо Моей жизни Мне посчастливилось С персональными выставками Объездить Ну, я не знаю Почти весь мир У меня были выставки В Африке В Адис-Абебе В Магадиша Были на Востоке Бейрут Дамаск Богдан Были выставки Ну, и были выставки Начиная с 80-х годов За железным занавесом И эти выставки были чудом моей жизни Поскольку-поскольку За исключением первой выставки Которая состоялась в 81-м году В Баварии За железным занавесом Это было очередное чудо Это впервые немцы После войны Обратились в Советский Союз Художников СССР С предложением Устроить выставку Советского художника В Баварии Да И Чудеса Уже и в то время Наступили Потому что В то время я был Безвестным художником И почему Союз Художников СССР А членский билет Мой В Союзе Художников СССР Был Номер 5806 Так что Из 5806 Художников Были Достойнейшие художники Почему Вдруг Выбрали меня Это было Очередное Очередное чудо И когда мне позвонили Из Союза Художников И спросили Алексей Деменович У вас есть Фотографии Ваших работ Ну я ответил Конечно есть А что Мы предлагаем вам Выставку В Германии Так что Приносите работы Я принес Работы В Союз Художников И говорю А что за выставка Это выставка В Федеративной Республике Германии И для меня Это уже было Неожиданностью Это не ГДР Это была Федеративная Республика Германии За железным занавесом Еще в советские времена Я спрашиваю Скажите В иностранном отделе А почему Собственно я Они говорят Алексей Деменович Мы вам по секрету Скажем Немцы Они дотошные люди Они сказали Что прежде чем Устраивать выставку Они хотят увидеть Работы Фотографии Работ Которые Будут Составлять Эту выставку Ну вот И мы послали Работы Ну это Мы вам по секрету Скажем Но это не надо Повторять Среди Сотен И даже Раз у меня Такой билет Было Масса прекрасных Художников Ну мы послали Работы Наиболее Достойных Из них Руководителей Союза художников СССР И через Какое-то время Получаем ответ Вы знаете Работы Превосходные Но нам Они Не подходят Послали Другого Выдающегося Вот Аналогичный Ответ Последовал Месяц Не месяц Год Кончается Восьмидесятый А договор Вроде бы Тоже Кончается И тогда Вспомнили Обо мне Потому что я В молодые Годы Еще Первые годы После студенчества Был склонен К путешествиям Которые Еще В студенческие Времена Когда я Прошел Северный Морской Путь На ледоколе Первый Проход За одну Навигацию Из Архангельского Володивостока Потом я Плавал Матросом Уже Официально Оформлялся Экзотические Страны Индия Индонезия Вьетнам Египет И Потом Это Была Экзотика Через Союз Общест Дружбы Они Заинтересованы Были Устраивать Выставки Мои И они Устраивали Выставки Вот На Арбатской Площади В их центре Вот И От них Вероятно Поступил Союз Художников Предложения Вот Шмаринов Он объездил Массу стран С персональной Выставкой Хорошо Принимают Все Нормально Послали Мои Работы Получили Ответ А вот Этого Мы Берем И так Я Оказался Вот С этой Моей Персональной Выставкой В Баварии Мама моя Приученная К моим Путешествиям Еще с юных Лет Когда я С ружьем И собакой Мальчишкой Путешествовал Где-то Ростов Великий Переславль Кострома С охотничьими Этими Самыми Вроде Привыкла К тому Что я Болтаюсь Матросом Плавала А она Плакала Говорила Сынок Куда ты К фашистам К этим В Баварию Едешь Один А я Еще Выяснил Оказывается Там даже Консульства Нету Но опять же Из чудес Было Одно Чудо Я До войны За ручку Ходил В детскую Группу Нашего Дома С немкой Которая Приехала Из Германии Русского Разлива Немка Которая От фашизма Сбежала Ей Надо было Зарабатывать Деньги Она Гуляла С детишками Вот Но она По-русски Не говорила Она Говорила С нами Исключительно По-немецки Поэтому Что-то Фантастическое Скажем Скажем Скажите Перевести Перевести Я Я говорю Скажем Скажем Что-то 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 Хочет Меня Спросить И Никак Никак Он Не Решается И потом Говорит Вы знаете Я получил Указание От нашего Премьер-министра Рабаварий Господина Франца Иозефа Штрауса Чтобы я Устроил Вам Охоту Я говорю Вы знаете Действительно Я охотник Это Я не скрываю И наверное Было Замечено Что я Заинтересовался И музеем Охоты В Мюнхене И Магазины Где продается Ружье Все Это Действительно Так Но сейчас Зима И как утверждают Зима Удивительно Снежная Настолько Что Крыши Домов Подтяжесть И снег Рушится И животные Идут к людям За помощью Эти Лани Там Все эти А я не могу Стрелять В такое Состояние И что Я могу Ответить Нашему Премьер-министру Что Вы отказываетесь Я говорю Да Я отказываюсь Но вы объясните Почему Да И тогда он Мне говорит Вы знаете Алексей Можно я позову Несколько своих друзей К нашему столу Я говорю Конечно Через какое-то время Приходят Еще какие-то Видно Сотрудники Мэрии Какое-то Местное Начальство И он говорит Вы конечно Были на выставке Шмаринова Но вы знаете Вот Я Как бы Наблюдаю За ним Он Достойнейший Человек Вы знаете Это фантастика Такой успех В выставке Вот Ну Я знаю Что он Знал Что я Я с ним говорил На немецком языке Но он не стесняясь Вдруг произнес Такие комплименты Мне События развивались Замечательно Я хотел Занимался Иллюстрированием Своих сборников С историческими Текстами На Летописными Три сборника Я готовил Рассказы Русских летописей Воинские повести И мне Интересно было Посмотреть Рукописные Книги Мне сказали Недалеко Здесь есть На Дунае Монастырь Старинный Мэттен Вот И там Замечательные Коллекции Ну я Напросился Меня привезли Туда И настоятель Монастыря Сначала Удивился Что я говорю По-немецки Потом Говорит Ну а А как же Партийного Человека Попали В Федеративную Республику Германию Я говорю Как Вот попал Договорились Все А если учесть Что я еще К тому же Беспартийный А что У вас Это Возможно Я говорю Возможно Я говорю А у меня Как раз Исторические Сборники Я вот Иллюстрирую Мне хочется Посмотреть А вы что И знаете Церковь Я говорю Да я крещеный По рождению И показываю А вы можете На детском языке На детском языке Но у меня Вы не уходите Приезжает машина Роскошная Мерседес Черный И Шофер Какой-то Как швейцар У нас Хорошая гостиница С золотыми Золотыми Голунами Ведет Меня В этот Черный Мерседес Мы садимся Я его спрашиваю А куда Вы меня Везете А он Мне говорит Мне не Ведено С вами Разговаривать Но думаю Попал Вот Не зря Мама Плакала Да Через Какое-то Время Звонок Раздается В машине Для меня Это было Тоже Неожиданно Что Вдруг Мобильный Телефон У нас Такого Еще Не было И он Говорит Да Господин Шмаринов Со мной Через 5-10 минут Мы уже Будем На месте Подвозят Меня К какому-то Такому Казенному Зданию Где-то Не в центре Мюнхена Толпа Журналистов Полсотни Журналистов С камерами Открываю Дверь Вижу Все это Думаю Ну попал я И вдруг Среди них Чиновник Правительственный Который Был на открытии Моей выставки И как я понял Был Куратором Выставки А кстати Выставку Оплачивал Опять же Интересно Петер фон Сименс Оплачивал Мою выставку И все мероприятия Которые Происходили Ферма Оплачивала Я вижу Его Я спрашиваю Алифред А что Собственно говоря Со мной Происходит Он говорит А ты не знаешь Я говорю Нет не знаю Франц Иосифа Штраус Дограждает Себя Своим Орденом Орденом Франца Иосифа Штраус Но думаю Попал Что я буду Говорить Пренаграждение Что мне Как-то Домой 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 Вернуться Вот Ну все Было нормально Меня наградили Великолепные Потом События Потом Банкет Потом В оперном Театре В ложе Я сидел Моцартская Опера Перед Началом Перед занавесом Кто-то Вышел Скал Здесь Присутствует Выдающийся Советский Художник Для меня Все это Впервые Было Слышать Вот И потом Меня Провожают Уже На аэродроме Самолета И один Из Провожающих Говорит Мне Алексей А ты не думаешь Что ты На этом Самолете Минуем Москву Прямо В Сибирь Улетишь А меня Подобные Мысли В общем Что Как я буду В Москве Как меня Воспримет Комитет Государственной Безопасности С такой Наградой Притом Премьер-министр Баварии Не самый Любимый Человек Был В Советском Союзе Но Все Обошлось Через Какое-то Время Мне Позвонили Из Комитета И Говорят Скажите Мы Хотим С вами Увидеться Там Завтра Или Последавтра Назначают Мне Свидание На Лубянке Захватите С собой Награду Если Есть Какие-то Документы Ну Я Туда Пришел Оставил Вопрос Был Простой А кто Санкционировал Награждение Я говорю Ну Вы Спросите У Франции Узифа Штрауса Я не Представляю Кто Санкционировал Посольства Там Нет Вот Все Обошлось Через Какое-то Время Мне Позвонили Привезли Вот Эти Бумаги И Была В советской Культуре Заметка В Германии Состав Федеративной Республики Германии Прошла Выставка Шмаринова Художника С успехом И он Был Награжден Медалью Премьер Министра Баварии Но Как его Зовут Естественно В газете Не было И вот Но Это Было Начало Фантастической Творческой Судьбы Буквально Через Полгода После этого В Москву Ко мне Приехал Знаменитый Немецкий Коллекционер Петр Людвиг Который В те Далекие Времена Покупал Работы В основном Авангардных Наших Художников И у Никонова Ну в общем Так сказать У наиболее Популярных И интересных С точки зрения Западных Так сказать Вот Ну а Покупал И у Ивановых И у Коржева И Покупал Там по Одной Две Работы Он У меня Купил 35 Работ На Огромный Деньги Которые Были Переведены В банк Через Книга Тор Какую-то Международную Книгу Но Воспользоваться Я ими Не мог Потому что Я мог Взять Предположим Где-то Предположим 100 долларов Не больше Когда у Меня Билеты И официальный Документ О выезде За рубеж Вот Ну я Когда В дальнейшем А в дальнейшем Посыпалось Как Из ведра Предложения Следующая выставка У меня была В Мюнхене В Дрездер Банке Все документы Я Сохранировал После выставки У меня Есть Благодарность Банка И газеты Которые писали Об этом Что мою выставку В Дрездер Банке Который Оплачивал Эту выставку Посетила За две недели 12 тысяч Человек И Списки Приложены Официальных Людей Немцев И зарубежных Которые посетили Выставку С немецкой Дотошенности У меня все эти документы Хранятся И газеты И все Следующая Выставка И все это Уже проходило Как-то На высочайшем Уровне Предположим Мне устраивают Прогулку По знаменитому Баварскому Штарнбергскому Озеру Гигантское 30-ти километровое Озеро В пригоре Хальп И на Причале На флагштоке Три флага ФРГ Баварии И Советского Союза И вот фотография В газете И сохранилась У меня Под этими Флагами Я в сопровождении Журналистов И как я Стою Значит В ожидании Прогулки Которые Меня устраивают Ну и Пошло Поехало У меня было Больше 25 Выставок За рубежом По всему миру И Испания И Германия И Америка И Франция И Франция Вот Это персональные Выставки Которые У меня не было Никаких Меценатов Я не был Беглым художником А мне просто Звонили По телефону И говорили Господин Шмаринов Мы из интернета Видели Успехи Вашей там Выставки Вы не хотели бы У нас Выставку Устроить И таким образом Я объездил Весь мир Со своими Персональными Выставками Вот такая Штука К чему Я это Все говорю Я Ни в коей Мере Не хвастаюсь Но в наше Время Когда подвергается Сомнению Традиционное Российское Национальное Искусство Не только Живопись Графика А Другие виды Искусство И театр И все И литература И Сейчас Какие-то Движения В сторону Осознания Того что Национальная Идентичность Это в том числе И национальная Культура Вот Где-то Какие-то Моменты Я слежу За телевидением Изменения И в Конституции О Так сказать Важности Сохранения Русского Языка Дай Бог Это Так сказать Сохранится Ну вот То Что произошло Со мной Мне очень важно Именно Что я Традиционный Русский Художник Был воспринят На Западе И имею В дальнейшем Премию Петра Людвига Это Материальная Премия Которую Вручили Мне В Вене Вот У меня Есть Документы О премии Петра Людвига Я не знаю Западная Удивительная Награда Под названием Золотой Лавр Могу вам показать Она у меня Здесь Это Европейская Награда За вклад В развитие Искусства Врученная Мне Обществом Деятелей Искусств Австрии Название Это Кенцлерхаус Дом Искусств Вены Это Великолепное Трехэтажное Здание В центре Вены С колоннадой С выставочными Залами Кстати В Вене Вене У меня было Четыре Персональных Выставках За мою Жизнь Вот Вот такая Удивительная Жизнь И 25 лет Я Являюсь Ну как бы Руководителем Академической Мастерской Графики И вот это Так сказать Моя Жизненная История Очень важна Как мне кажется Для моих учеников Потому что Все Их сбивает Совершенно На другой Лад И вдруг Вот мне Работа Которого Они Прекрасно Знают Вдруг Вот такая Удивительная История Все это Так сказать Я сохранил И награды И Газеты У меня У меня Где-то Около Сотни Зарубежных Газет Немцы Сняли Фильм Обо мне Западные Немцы Вот Я повторяю Для меня Особенно Сейчас В те времена Когда С начала 90-х годов Все было построено На разрушении Традиционного Искусства И Третьяковская Галерея Уже И даже Сейчас Когда Я им Предложил Где-то К 80-летию Мою выставку В Третьяковке Устроить А Слава Богу У меня была Даже в Лаврушинском В свое время Выставка Мне Ответ был Вы знаете Сейчас Не очень Это актуально Вы понимаете Вот так Вот Поэтому Я Говорю об этом Не потому Что я хочу Похвастаться Я хочу Просто Объяснить Что Традиционное Высокое Русское Национальное Искусство Востребовано На Западе Оно Так же Востребовано Как и Другие Искусства Но которые На Западе Разрушаются И если Раньше Мы вспоминали О великом Каландском Искусстве Испанском Искусстве Немецком Искусстве Французском Искусстве Вспоминая Именно Высокое Искусство Традиции С какими-то Новыми Движениями И все То сейчас Ничего подобного Нет И идея Разрушения Нашего Искусства Шла Под девизом Долой Из пункта Национального Искусства В мировое Наднациональное Пространство Так Это Очень Вредный Призыв И я надеюсь Что Русское Искусство И Россия В этом плане Она Начинает Двигаться И пойдет По Утверждению Национальных Традиций Продолжение следует